МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделаем в форме ажурного треугольничка. Проверим, как чувствует себя наше тесто. Оно взошло. Так, это тесто для запеченных, у тебя для классических беляшей. Для запеченных мы проверяем тесто. Берем пальчик и просто-напросто протыкаем. И вот, когда протыкаем, чувствуем, как сопротивление. Можно и мне проверить. То есть не совсем легко палец входит. Да, отталкивает прямо. Теперь проверяем тесто для классических жареных беляшей. Точно так же пальчиком мы пробуем. Ох, когда приятно. Оно мягче, правда? Да. Никакого сопротивления. Тесто для запеченных я пока отставляю. Перед лепкой мы должны тесто обмять. Как обминать? Как обминать? Меняемся. Мы будем выкладывать тесто на дощечку, смазанную растительным маслом. При обминке из теста выйдет лишний воздух, и тесто у нас станет более послушным. Олежек, смотри внимательно. Я смазала дощечку растительным маслом, небольшим количеством, толстым. У меня тесто не пристает к доске. Колобок, колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Так, да. Краев в центр. Молодец, 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 молодец. Все. Тесто у нас стало одной консистенцией. Вот таким должно быть ваше тесто перед тем, как вы начнете лепить беляши. Итак, друзья, прямо сейчас я научу вас правильно лепить беляши с дырочкой. Классические беляши. Так, повторяйте за мной, и у вас все-все получится. Мы опять меняемся. Чуть сюда масла, Надюшенька. Сейчас мы должны разделить наше тесто на шесть одинаковых шариков. Сейчас мы берем, увлажаем вот эту вот часть. И смотри, мы должны выдавить. У нас получился вот такой шарик. А теперь я себе тоже сделаю. Да, потом я. Я от вас ухожу. Так, отлично. Теперь у нас Олежек делает. Где-то 60 граммов у нас получается тесто. Диаметров 5 сантиметров. Теперь, смотрите, мы берем один шарик. Вот мы сделали его, чтобы он был идеально кругленьким. Располагаем тесто на дощечку, смазанную маслом. И придавляем. Мы сейчас стараемся сделать круг. Диаметр максимум 15 сантиметров. От центра мы отталкиваем тесто на краешки. И у нас образуется вот такой как будто бы кантик здесь. Серединка должна быть чуть-чуть потолще, а краешек потоньше. Потому что мы здесь будем делать нахлесты. Именно с краев. Аллочка, а можно я посмеюсь над Олежкиным беляшом? А ну какой у него? Он у него похож на пиццу. Я так вижу! Перестаньте! Мы видели, как ты видишь, Беляш. А я, честно говоря, вижу это вот так. Вот здесь у нас толще тесто в серединке, а здесь у нас потоньше. Когда вы пальчиками толкаете от центра к краям, у вас образуется бордюрчик. Но тогда вы его разбиваете пальчиками. И серединка, вот видно, у меня как бугорок здесь. Серединка. О, Надюшенька, правильно. О, правильно, Олежек, правильно. Вот фарш для классических беляшей. Одна столовая ложка на один беляш. Если фарша взять больше, то он останется сырым внутри. Вот так вот по центру мы расположили фарш. Теперь мы поднимаем краешки. И стараясь до центра доходить, вот делаем вот такой вот цветок. Смотри. На фарш накладываем один сантиметр теста на сам фарш. То есть стараемся вроде бы закрыть фарш тестом. А какое отверстие должно остаться? Насколько выглядывает фарш? Отверстие должно быть как пять копеек размером. Аллочка, посмотри, пожалуйста, вот такой вариант нормальный. Да, красивый Олег. Красивый беляш. Я симпатичный. Олег сделал красивый беляш. О, класс. Я даже представить не мог, что беляши на самом деле классический беляш выглядит вот так. Потому что на рынках, на вокзалах они выглядят как просто пирожки. Бабушки, дедушки, тети, дяди, малыши, сегодня мы научим вас сделать беляши. Беляши. У-у-у! Куда беляши, пожалуйста, все складываем, потому что они у нас должны где-то пять-десять минут постоять. Как говорят в народе, тесто должно подышать. Оно будет тогда при жарке мягче и пышнее. Дорогие телезрители, наш конкурс продолжается. Если вам известны секреты, как упростить жизнь на кухне или как сделать из подручных средств прекрасное кухонное приспособление, расскажите о них нам. Ваши письма с фотографиями мы будем ждать по адресу, который вы видите на экране. Авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы. Об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе. Так, теперь у нас запеченные беляши. Надюшенька, нам нужен будет противень и пергаментная бумага. Противень заслать пергаментной бумагой. Сразу мы должны смазать пергамент растительно-сливочной смесью. Поэтому я заранее достала ее из холодильника, чтобы она стала комнатной температуры. Растительно-сливочная смесь не даст нашему тесту подсохнуть в духовке. Хочу, чтобы вы запомнили, что при работе с тестом для запеченных беляшей мы будем использовать муку. Потому что здесь тесто должно быть плотным. Сейчас мы насыпаем на дощечку муки тонкий слой, немного. Затем также ручкой мы берем муку и хорошенечко вытаскиваем все тесто на дощечку. Мы будем сейчас тесто обминать. Снизу в центр. Да. Мы сейчас будем лепить беляши в форме цветка. Выдавливай шарики, три шарика, как и в прошлый раз. Так, то же самое. Делаем ровненький такой шарик красивенький. И сейчас раздавливаем ладонью. Чуть-то более плотное. Можете вот так вот приподнять его, чтобы у вас оно было кругленькое. Теперь ножи берем. Сейчас мы должны наш кружочек разрезать на четыре части, но не доходя до центра. То есть мы сейчас делаем надрезы по два сантиметра. Теперь каждую часть, каждый сектор, каждый лепесток разрезаем еще пополам. Точно так же два сантиметра. То есть мы сделали сейчас восемь лепестков. Лепестками беляша, я наши ложи застелю. Теперь я возвращаю наш фарш, обжаренный фарш, и в центр. И, пожалуйста, мы берем где-то столовую ложечку. И теперь начинаем первый лепесток, точно так же прикрывая. И вот мы лепестками сейчас накрываем один на другой. Я слышала, что ты еще и пародировать можешь. Ты можешь как боярский. Только я вас попрошу кое-что сделать. Что, на конях куда надо? На счет три-четыре вы вдвоем можете спеть? О-о-о-о, на-на-на-на-на-на. Я перевоплощусь, давайте. О-о-о-о, на-на-на-на-на-на. Эй, зеленоглазие такси. О-о-о-о, на-на-на-на-на-на. Притормози, притормози. Это боярский Михаил. Вот такой цветок должен получиться. Аккуратненько перекладываем его на форму. И теперь очередь оригинальных беляшей с тыквенно-грейпфруктовой начинкой. Оригинал беляш. Мы сейчас будем с помощью скалки тоненько раскатывать. Раскатываем прямоугольник. Потом это тесто разрезаем на три полоски. Ширина 8, длина 15 сантиметров. Меняемся. Чуть-чуть надо муки, потому что сейчас мы будем вырезать полосочки. Оно пристанет и у нас деформируется. Значит, мы делим это тесто на три. Мы подравниваем. Вот эти обрезочки, не спешите куда-то их убирать, они нам еще понадобятся. Берем тыкву. У нас есть грейпфрут, который Надюшенька сделала вместе с Ольям Кангасе. И есть у нас цедра лимона. Вот смотри, как легко оно отделяется здесь. Так. И вот сюда на тесто. Мы сейчас располагаем не на краешек, как ты положил. И, Надюшенька, начинка у нас находится вот сюда, подальше чуть-чуть. Понятно. Так. Грейпфрут. Сильно большие дольки. Давайте разрежем пополам. Можно на три. И цедра лимона. И сахарок. Я бы вот столечко чуть-чуть себе. Я чуть-чуть, потому что очень сладкая тыква. Теперь следите за техникой, как мы это будем все закрывать и заморачивать. Значит, берем и делаем вот такой вот треугольничек. И теперь, придерживая вот здесь, переворачиваем и вот так ставим на ребро. То есть у нас здесь закрыто, здесь закрыто. А вот это вот лишнее мы все обрежем. И этот срез, который открыт, защипываем хорошенечко. И теперь делаем косичку такую вот, как мы делаем на пирогах, на варениках. То есть прижимая краешек. Ну так ты просто молодец. Конечно. Ты просто молодец. Все. Давай, выкладывай вот здесь рядом. Так. Запеченные беляши, точно так же, как и классические, должны настояться минут 10. И время узнать правильный ответ на третий вопрос кулинарного теста. Насколько масло должно покрывать беляши при жарке, чтобы они приготовились равномерно? Олег дал неправильный ответ. Полностью. Если беляш будет покрыт полностью маслом, он впитает очень много этого масла и будет жирным. Масло для жарки мы берем в таком количестве, чтобы беляш покрывался наполовину. Так, а пока масло у нас нагревается, четвертый вопрос теста, Надюшенька, будь добра. Какой температуры должно быть масло для жарки беляшей, чтобы они не были жирными? И снова Олег дал неправильный. Идеальная температура 160 градусов. Я вам обещала, что мы сможем проверить температуру нагрева масла без термометра. Когда мы опускаем тесто в масло, пузыречки образуются сразу. Через 30 секунд вы должны это тесто перевернуть. И мы видим, что оно еще не зажарилось, но уже корочка есть. То есть сейчас температура масла у нас 160 градусов. Можем жарить? Нет, мы должны ответить на последний вопрос теста, который очень-очень важен. Пятый вопрос кулинарного теста. Как выкладывать беляши в сковороду, чтобы они равномерно прожарились? Мы предположили с Олегом тестом вниз, но это же неправильно. Это неправильно. Укладывать классические беляши нужно фаршем вниз. Именно тогда тесто быстрее схватится. И в этом месте не будет расползаться. Беляш прожарится и задержит в себе все соки, которые были в фарше. Когда перевернете его на другую сторону, уже сок не будет вытекать. А если мы сразу положим беляш, как ты сказала, тестом вниз, то что происходит? Тесто схватится, а фарш будет сырым. И самое главное, при переворачивании, когда будем беляш переворачивать, может просто фарш вывалиться. И запомните, что беляш переворачивается один раз. Жарим с каждой стороны 3-4 минуты и переворачиваем. Вот сейчас, смотри, видно, надувается тесто, вот пузырики. То есть вот в этом месте там будет просто воздушнейшее тесто. Все, переворачиваем. О, какой красивый беляш. Пожалуйста, давай, давай, чтобы не подгорели. У нас сейчас отличный цвет. Ой, красивые какие. Слушайте, они кардинально отличаются от тех, которые мы покупаем, конечно. И цветом, и формой. Видно, что фарш у нас там внутри, да? Хорош, все, давай. Так. Хороши беляши от души. Так. Все жареные беляши готовы. Сейчас должны запечь беляши, которые находятся на противне. Я возьму одно яйцо, взобью вилочкой, чтобы смазать сверху. А ты делай дорожечку из соли. Значит, это для того, чтобы не смешались вкусы. Потому что вдруг немножко мясной фарш даст сок, и сок вытечет, чтобы он не соединился с нашим треугольничком. Пожалуйста, кисточка уже, Надюша, готова. Сейчас смазываешь тесто. Здесь лепесточки цветка смазываешь. Отправляем противень в духовку. 180 градусов, 20 минут. У нас есть 20 минут, чтобы наконец-то заняться делом. Чики-хоп-чики-хоп-чики-хоп. Мы будем сейчас все рэперы, да? Одеваем. Одевай, так это по-красивому. О! О, класс! Мои чики! У-у! И? Давай, Одев. А, е-е, все будет смачно. С Аллой и Надей, мы сделаем все, е-е, так, как надо. Девочки, мальчики и малыши, мы готовим здесь беляши, и они хороши. Здесь вас научат готовить искусно. Все будет смачно. Все будет вкусно. У-у-у! А нашим беляшам осталось запекаться в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут. Для нас с вами время пролетит незаметно. Йо. Мы сегодня готовим сразу три вида беляшей. Жареные классические, они у нас уже готовы. И выпекаем беляши с мясом и беляши с необычной начинкой. Тыква и грейпфрут. Они в духовке пробыли 20 минут, такие ароматы. Доставать, наверное, надо. Конечно, да, уже пора. Я готов, я готов, я готов. Я лечу к вам. Готовы наши запеченные беляши. Мы сейчас попробуем все три вида беляшей, а рецепт вы сможете записать в конце нашей встречи. Фотографии. Фоткаю. Начнем с классических беляшей. Да, бомба вообще. Форт сочный такой. Тесто воздушное, нежное. В то же время не очень жирное. Изумительные беляши. Я реально сколько пробовал, но вкуснее, чем здесь, я правда не пробовал. Мы же любим детство. Я уже схватила беляш запеченный. Да и нам же. Конечно, берите, я что? Угощайтесь. Ой, как пахнет петрушечка. Ой, мне что-то вкус детства напоминает. Мясо открытое, у него такой особый вкус. Оно и сочное осталось, и в то же время запеченное, необыкновенное. А тесто-то какое. И третий. Ой, как там много начинки. Тесто такое тоненькое в этом конвертике. Ну, просто совершенно. Ты свою любимую жену и свою драгоценную дочурку ты сможешь баловать этими тремя уже блюдами. Тем более, что из одного вида теста можно приготовить такое разнообразие. И быстро, как мы с вами сегодня. Спасибо вам огромное, ребята, вообще круто. Готовьте с нами, и у вас все будет смачно. А сейчас запишите рецепт. Для приготовления классических беляшей с мясной начинкой вам понадобится мука, молоко, вода, дрожжи, растительно-сливочная смесь, яйцо, соль, сахар, подсолнечное масло, свинина, ошеек, говядина, задняя часть, лук, кефир, соль и перец. Для теста в молоко и воду добавьте дрожжи, соль и сахар, часть муки, желтки. Добавьте растопленную растительно-сливочную смесь, досыпьте муки и вымешайте тесто. Тесто разделите на две части. В тесто для жареных беляшей добавьте растительное масло и вымешивайте тягучее, но не тугое тесто. Оставьте на 30 минут. Для фарша мясо измельчите в мясорубке, лук нарежьте мелким кубиком, посолите. Мясо и лук смешайте, добавьте кефир, поперчите. Раскатайте кружки теста, внутрь положите мясной фарш, беляш заверните, оставив дырочку в центре. Беляшам дайте настояться 10 минут. Нагрейте масло в сковороде и жарьте беляши вначале фаршем вниз, затем переверните. Готовые жареные беляши выкладывайте на бумажные полотенца. Для приготовления запеченных беляшей с мясным фаршем вам, кроме теста для беляшей, понадобится мука, петрушка, перец чили. В тесто для выпекания добавьте больше муки и вымешивайте, пока тесто не станет плотным. Оставьте его на 30 минут. В готовый мясной фарш добавьте мелко измельченную петрушку и перец чили без семян. Затем фарш обжарьте. Тесто раскатайте в кружочки, надрежьте тесто на секторы, не доходя до центра, а в центр выложите начинку. Получившиеся лепестки заверните друг на друга по кругу. Беляшам дайте настояться 10 минут, затем смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте беляши при температуре 180 градусов 20 минут. Для приготовления запеченных беляшей с тыквенной грейпфрутовой начинкой вам понадобится тыква, грейпфрут, лимон, сахар. Для начинки тыкву разрежьте пополам, очистите от семечек, выпекайте в духовке при температуре 200 градусов 15 минут. Дольки грейпфрута очистите от шкурки и просушите. Натрите цедру лимона. Готовое тесто раскатайте, нарежьте полосками. Начинку выкладывайте на край полоски. Вначале тыкву, затем грейпфрут с цедрой, сверху немного сахара. Тесто заверните два раза конвертом. Шов фигурно украсьте. Беляшам дайте настояться 10 минут, затем смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте беляши при температуре 180 градусов 20 минут. О, я не поняла. Вы до сих пор не подписались на наш канал? Жмите вот сюда, тогда будете узнавать обо всем первыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова